Она держала в заперти у себя в подвале пропавших девушек и истязала их. Это история про женщину, которая обладала черной магией и чрезмерной жестокостью к людям. Девушки, которые проживали в этой деревне, будучи невестами, пропадали без вести. Как по легенде, позже выяснилось, Пелагея, так звали ту женщину, которая занималась черной магией, она держала в заперти у себя в подвале пропавших девушек и истязала их. После Пелагея этот дом реконструировался не раз, и здесь жили другие люди. Да и вообще в этом доме происходило очень много странностей. Как рассказывали жители этого дома, что двигалась мебель, бились стекла. Но одно неизменно в этом доме, это подвал, который был еще построен при Пелагее. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня я попытаюсь фиксировать здесь паранормальную активность. Так, друзья, смотрите, тут какие заросли, я расчищал проход. Здесь просто пипец. Полный пипец. Русская печка. Когда-то была. Как я уже говорил, после Пелагея здесь уже жило много людей. Как я уже говорил, после Пелагея здесь уже жило много людей. Насстраивали, но одно неизменно, это подвал. Старые фотки. Еще нужно найти уход в подвал. Я так искал и искал здесь. Не знаю, не нашел. Здесь двойные полы. Первый слой. И за ним второй. Там вообще бревна. Сейчас я поищу уход в подвал. Либо он под этими заваленными. Либо я не знаю где. Но подвал здесь по любому есть. Мне про него говорили. Только я не спросил, где заход. Смотрите какая глубина фундамента. Не фундамента даже, а вот Уровень пол. Пол. Вот идет пол. А это уже получается подвал. Эти бревна. На чердак залезал. Посмотрите. Там ничего нет. Вообще пустой. Все друзья. Сейчас буду искать вход. И тогда включусь. Так друзья. Обыскал весь дом. Нигде входа в подвал нету. Вообще. Его и не было по ходу здесь. Единственный ход я сейчас нашел. Это ход с улицы. Сейчас я вам покажу. Где он. Вот он. Я туда уже покидал. Чтобы траву немножко примять. Спускаться не вариант. Потому что у меня нога болит. Пробивать дорогу это очень долго. Вот. Так что. Сейчас друзья. Подготовлю машинку. И. Буду спускать. Ее. В подвал. Пытаться. Спустить в подвал. Как то так. Итак друзья. Сейчас я. К машинке. Прикреплю квадрокоптер. Замотаю его на скотч. Будет выглядеть это примерно. Примерно вот так. Держится отлично. Теперь. Мне нужно навязать какую нибудь веревку. И спускать его. Уже соответственно в подвал. Так друзья. Вот. Начнем. Спуск. Надеюсь не упадет. Так. Так. Сначала сюда. Опа. В общем друзья. Здесь пипец. В подвале в этом очень сложно проехать. Здесь яма. Бугры вот эти. И всякие камни. Палки. И толком не видно. Поднял машинку. Еле-еле ее достал. Вот. Кладрик. Плохо в этом подвале. Тем что там бугры, камни, палки всякие. Машинки не проехать. Тем более с квадриком. Вот. Надо и в какие нибудь более ровные подвалы. Либо даже можно в какие нибудь помещения запускать. Где не пройти. Либо вперед просто. Пропускать. И смотреть. В общем все друзья. Сейчас буду подготавливаться к сеансу эгф. И дождусь уже теплоты. Потому что еще светло. Дождусь еще более и более темного времени. Часов двенадцати. И буду приступать к сеансу эгф. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Мне страшно Кто ты? А че там он? Сейчас не понял. Кто ты? Иди сюда Нет не надо Кто ты? Помогите Все блин Камера только сейчас включилась Эгф отключился Не знаю погасло Погас свет и вырубилась камера Грохот был в этой комнате Я так и не понял что там ПГФ Должно будет еще раз прослушать Такое ощущение будто кто-то стоит за занавязкой Продолжение следует... 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 Я не знаю как теперь возвращаться за ЭГФ... Сейчас постараюсь забежать... Схватить все вещи... У меня там на крыле еще лежит штатив... Забрать еще штативы... И выбежать... У меня уже зарядка садится... Это просто пипец... Так... Убегу без камер, чтобы быстро все схватить... Позже включу... Надеюсь... Если полностью... Заряд не сядет... Продолжение следует... Продолжение следует...